На внеочередной сессии ЗСК руководители региона Вениамин Кондратьев вместе с депутатами обсудили меры поддержки подтопленцам. На повестку дня вынесли и проблемный вопрос водоотведения, который в некоторых населенных пунктах не решается годами. В частности, Кондратьев говорил о поселке Мирный. Только за последние два года его жителей потапливает уже несколько раз. Двое суток, даже с небольшим, мы откачивали воду, потому что они на самом деле в яме. Они практически ничего не хотят слышать, потому что за два года их потапливает шесть раз. Для них любой дождь, это бессонная ночь. Здесь надо явно продумать технические решения так, чтобы вода просто автоматически откачивалась сразу же, как только начинается первая капля дождя. Мною было доложено президенту, он дал поручение министру финансов рассмотреть возможность финансирования и предпроектных работ, и реализацию технического решения, которое будет способствовать тому, чтобы вода там просто не задерживалась. Также на сессии ЗСК Вениамин Кондратьев выступил с предложением принять два законопроекта. По мнению исполняющего обязанности губернатора, это позволит оперативнее помочь кубанцам в случаях чрезвычайной ситуации. Так, например, создать единую норму предоставления господдержки людям, чье жилье пострадало от стихии. Сейчас же приходится каждый раз разрабатывать и принимать поправки к существующему закону. Еще одна инициатива от главы региона – это передать полномочия по составлению списков пострадавших муниципалитетам, что тоже значительно ускорит процесс выплаты компенсации. Оба законопроекта кубанские парламентарии приняли единогласно. Мы следили очень внимательно за тем, как команда администрации края работала на территории края, как организованы были работы по ликвидации последствий стихии. И когда поступило ваше предложение о том, что необходимо собрать неочередную сессию, чтобы рассмотреть эти вопросы, конечно, ни у кого никаких возражений на этот счет не возникло. Мы понимаем, что это необходимо для того, чтобы как можно быстрее успокоить население и оказать им помощь и поддержку.